Россияне не поддерживают применение ядерного оружия, потому что зачем уничтожать то, что так собираются захватить. Вот, пожалуй, из всех городов, в которые не пришла война, исключение прифронтовые города, Белгород и другие приграничные города. Но и тут российские ЗЭД-людоеды в прямом эфире быстренько придумывают, как оправдать самим себе то, что происходит в Белгороде и в других приграничных городах. Очень тонкий, например, либеральная пропаганда говорит, мол, смотрите, к чему привело СВО. До СВО российские, это, еще раз говорю, это либеральная пропаганда, которую тоже нужно рассматривать, потому что на кого-то, может быть, она действует. И вот она говорит, до СВО ничего подобного не было, Белгород был мирным городом, а вот, мол, смотрите, что теперь. Вот что на это можно ответить? А давайте с этой же либеральной пропагандой поговорим о том, а вообще в каком условии, в каких условиях оказалась страна. Ведь на самом деле, если бы президент не принял это решение, а дальше что бы было со страной? И мы не знаем, что было бы в Белгороде, если бы не было бы принято решение о начале специальной военной операции. Мы этого не знаем, мы этого не понимаем, потому что, вероятнее всего, была бы агрессия с другой стороны. Ну, то есть, мы не знаем, не понимаем, но, вероятнее всего, что Украина напала бы на Россию, на страну с ядерным оружием, на страну, которая многократно ее больше в военном отношении, в экономическом отношении, в количестве населения. Вот Украина зачем-то напала бы на Россию. Белгород жил без войны на протяжении более чем 80 лет, но вот Украина обязательно напала бы. Вот это вот в головах человека просто отходы жизнедеятельности Соловьева. Это просто вот действительно нет уже собственных мозгов, нет собственных мыслей, есть только вот эта вот труха, в которой мозги превратились в результате воздействия пропаганды. 24 года, вернее, ну да, фактически 24 года целенаправленная пропаганда, целенаправленная обработка мозгов. Вот результат того, что мы видим. Ну вот когда сами телеупыри производителей вот этого вот отравляющего контента сталкиваются с реальностью, а такое с ними бывает, они не в состоянии членораздельно что-то говорить, они впадают в неистовство, начинают визжать и бесноваться. И вот посмотрите, как вечерний мудозвон реагирует на вполне справедливые вопросы и возмущения военных по поводу нехватки дронов и отсутствия защиты от них. А вот у Хохлов уже род войск, о чем вы думаете? Под Новопесчанками похоронили 10 единиц, Новомихайловка 10 единиц, Старомихайловка, Старомайорск, Новомайорск, Фигорск, Крынки-Шмынки. О чем думает генералитет? Подать сюда? Что вы себе подать? Что? Стоять насмерть, не сметь! Ну вот этот визг это как раз еще одна черта, так сказать, вот той новой обновленного рейха, который нужен Путину, потому что на самом деле уже вот начинается третий год войны. Ну и понятно, что рациональных ответов на все эти вопросы, которых все больше, их нет. Поэтому нужна истерика, нужен визг, нужен, так сказать, вот этот вот, вот эта управляемая истерика, которая, так сказать, в которой тонет голос разума. И это еще одна черта. Славев это начал довольно давно, он перешел на вот такой вот визг довольно давно, на сплошное окривляние. И это, в общем, угадывание, поэтому он удерживается, так сказать, соответствует вполне новому требованию. А вот реакция примерно на то же самое, на успешные атаки ВСУ, реакция Скобеевой и Попова. Страны, например, те же самые, которые сейчас влияют с точки зрения своего бюджета на все конфликты вместе взятые. И страны, которые ввязаны в эти конфликты, они смотрят сейчас везде то, что там происходит. Мы каждый день обсуждаем... Страны же смотрят, что ВСУ ударили, ну, допустим, по моему родному городу Волгоград. Или, соответственно... Последний раз по городу Волгоград кто-либо наносил удар 81 год назад. И то были немцы, а теперь это Зеленский. Мы как бы не можем ответить. Более того, МПЗ, тушили, тушили, ну, потушили. И это не первый раз, разумеется. Да, да, вопрос-то в этом и заключается. Может, там рэбами что-то сделать, как между прочим. Интересно посчитать даже по километражу Россия гигантская страна. А ничего, что у вас на скобы заходят? Систем рэб для того, чтобы обезопасить всю территорию нашего государства. Всю территорию приграничную хотя бы. Дело в том, чтобы отбить желание для того, чтобы это повторялось. Для того, чтобы смешать эти системы с грязью. Для того, чтобы они превратились в металлолом. Для того, чтобы те, кто их поставляет, скажем дипломатично, как минимум поняли, что они неправы. В общем, забавно наблюдать беснование, тусование этих людей, которые с та же самая Скобеева в Волгоград в последний раз бомбили 81 год назад. А Киев? А Одессу? А Николаев? И вот ничего не щелкает в Скобеевской голове. Впрочем, там нечему щелкать. Там одна методичка, как и у всех остальных обитателей этой студии. Которые напряженно ищут, обсуждают выход. Ну как же? Вот кто-то говорит, что надо все смешать с грязью и так далее. А простой выход, вот он открытый. Да отведите войска свои. Прекратите это все. Вам зачем бомбить Киев? Зачем? Вам легче от этого? Простая мысль. Просто отведите, потребуйте. У вас есть эфир. Просто скажите вслух. Я понимаю, что это утопия. Я понимаю, что это вопрос риторический. Понимаю, что они не могут этого сделать. Но это же очевидно. Очевидно, что любой человек, который в этой студии сказал бы, да очень просто. Для того, чтобы не бомбили Волгоград, надо перестать бомбить Киев. Вот и все. И это очень простая история. Но это, естественно, невозможно. Хотя все больше и больше напрашивается этот вывод. И я думаю, что у очень многих людей этот вывод через какое-то время будет просто абсолютно очевидным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok